Друзья, всем привет! Я начинаю влог последний в 2022 году и потом уже будет только как мы спраздновали новогоднюю ночь 23 года, 22 на 23. Я тут в общем фотографировала. Смотрите, куча подарков хочу вам показать. Девочки мне дарили. Прям я в шоке в этом году. И причем это только половина, потому что я уже некоторые конфеты угощала. Мы с Сережей каждый день кушаем конфеты, шоколадки. Поэтому это вот остатки того, что осталось. И еще не конец декабря. Сегодня у нас уже время 01.10. Загадывайте желания. И сегодня у нас уже 27 декабря. Здесь мне дарили всякие сладости на елку. Вот такие вот необычные конфетки. Делаются на каком-то заводе. Обожаю вот такие вот. Когда дарят мыло, мне девочка дарит. Разные у меня эти груди стоят. И будь зайка тебе там со снежинками. Такой вот необычный чай. Наверное, многие его видели в магазине. Мои любимые Мерси. Конфетки и шоколадки. Тоже вот чай. Там чай в коробке. Так, что еще тут? Здесь, по-моему, смотрела печенье. А здесь у меня бутылки. Вот это я не знаю, что бутылка шампанского, по-моему. И здесь тоже вот такое вот мыло. Классное. И здесь вино. В общем, полный комплект. Готов. И еще, кто нас смотрит давно, мы каждый год купим новогодние киндеры. Именно новогодние. Киндеров новогодних мы одно только нашли один. И то уже его съели. И вот все, что мы новогоднее нашли, мне Сережа принес. Вот такая вот коллекция у нас в этом году. Такие вот разные шоколадные. Дед Мороз. И вот такую вот коробочку. Сейчас я уже нашел. Я открывала, смотрела, что там внутри. Там был вот этот вот киндер. Еще одна большая шоколадка. И батончик. В общем, все. В этом году у нас вот такая вот коллекция. В итоге до Нового года я записываю ночью. Ой, как много сегодня походило. 23.45. Можно сказать, уже 28 декабря. И сегодня меня Сережа порадовала такой красотой. И я хочу запечатлеть цветочки. Жалко, что дома сухо. Батареи сушат. Не очень влажно. И цветы стоят не очень долго. Но хочу запечатлеть. Уж очень красиво. И что-то я вам еще хотела показать. Сейчас мы будем с вами доделывать декор. Винок украсим шариками. Потом мы с вами повесим снежинки. Сейчас я вам их покажу. Вот они. Повесим в комнате в нашей спальне снежинки. И еще что-то. А, еще мне нужно повесить маленькие шарики на потолок в зале. Вот. И все. И наш влог будет закончен, я думаю. Поставила здесь такую красоту. Еще обязательно вам сниму отдельное видео. Про весь наш декор перед Новым годом. Чтобы вас поздравить с наступившим. И выложу 1 января. Поздравления и декор с Новым годом. Мне так нравится. Эта штучка, хотя и на елку, но мне нравится она здесь. Сегодня Сережа был в третьей смене. Сейчас он тоже работает в третьей последней неделе декабря 22 года. И наблюдаю в темноте, сплю такую картину, что он что-то ставит. Я почему-то подумала, что он на Казаниэкспресс забрал. Там как раз набор для ребенка. Я заказывала конструктор. И вижу, уже когда глаза открываю, говорю, ты что делаешь? Он состоит в правкоме на газе. Газ делает машины в Нижнем Новгороде. И ему подарили вот такую вот картину. Я долго смеялась. Говорю, больше ничего не могли людям. Рафаэл кидарит конфеты. Я не знаю, сладкие подарки. Ему подарили картину. Я говорю, куда мне ее? Она светоотражающая такая. Это наша Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде. Красиво сфотографировали. Здесь, видите, поставили машину газ. И вот здесь делали вот такой вот газ. Значок. Вот. И я посмеялась. Он пришел тоже долго смеялся. Ну, в общем, я не знаю, куда ее деть. Честно говоря. Поставим вот сюда в уголок. Вот, если бы здесь была наша фотография на таком фоне, то было бы круто. Но у нас теперь есть вот такая вот картина. В начале видео. И мне еще прибавились подарочки. Мне сегодня подарили бомбочку. Вот такую вот. И свеча. И в свече красивые лепесточки. Смотрите, какая красота прям. Пахнет она резко. Не всем может понравиться этот запах. Написано. Вот. Мылом. Но очень-очень красиво. Прям очень. Для красоты. Или, знаете, спадень себе устроить. Потом. Мне подарили сегодня вот такие вот конфетки еще. Еще птичье молоко. Прям его обожаю. Птичье молоко. И, по-моему, тоже сегодня еще такие. Тоже мои любимые. Видела такие еще в фикс прайсе. Очень вкусные. Я их просто обожаю. И Сережа мне говорит. Я хотела тебе вкусняшки подарить. Он мне тут Рафаэлки приносил. Но решил, что нужно тебе подарить что-нибудь другое. Просто так что-нибудь приносит. Так как у тебя этого добра дома навалом. Поэтому. Сейчас хочу все это туда чуть-чуть убрать. Немножко тут прибраться. И все. И будем мы с вами потолок украшать. И мне останется только пропылесосить. Намыть пол. И все. У нас дома будет идеальная чистота. Немножко все сложила. Потому что здесь прям было очень много всего. Поаккуратнее сделала. Повесила еще вот такого шоколадного на елочку. И зайчика, который вот у меня мыло в пакетике подарили. Я его тоже вот сюда на елочке положила. Он достаточно тяжелый. Но вроде елка выдержала. Кстати говоря, в Ленте сейчас эта елка по акции такая же высокая, белая. Кто любит такие белые елки? Всего лишь 1200 рублей. Поэтому кому нужно, торопитесь, ухватите эту елочку. Мы тоже за полторы или 1200 в том году так же точности по акции эту елку и купили. Цельное белье поменяли мы с вами. И теперь у нас дело дошло до потолка. И мы сейчас с вами повесим снежинки. Снежинки я креплю на тоненький скотч. Сейчас его покажу. Он хорошо держит, не оставляет потом пятен. Поэтому мы будем с вами на него крепить. И снежинки у меня... Сейчас покажу. Не помню с какого года. Но они вот на таких ниточках дождики. Будем сейчас их вешать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снежинок у меня хватило на такого вот количества. И еще у меня есть снежинки без вот этого крепления дождика. Я сейчас там штучки 4-5. И я хочу вот сюда, где елочка, тоже повесить. Чтобы когда фотографируешься, снежинки было видно. Вот так вот выглядит. Уже необычно видно их. А сейчас что я хочу сделать? У меня занавеска висит. Как-то, знаете, так неправильно, что ли. И я хочу побольше открыть. Чтобы немного света выпадало. Вот, поэтому сейчас я займусь тем, что я немножко буду менять занавеску. Так, сейчас все на камеру, видите, как это будет. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, какая у меня красота получилась. Теперь все от начала прям и до конца. Я там просто к потолку приклеила. И вот такое вот белоснежное белье. Теперь мне прям все очень-очень нравится. Здесь все осталось. Пол намыть под кроватью. И ковры пропылесосить. И все. Наконец-то теперь, когда буду просыпаться, я теперь вижу. Все, что у нас тут есть. Удобно выходить на лоджию. Потому что, когда занавеска была закрыта, было очень некомфортно. И еще, оказывается, у меня вот такая тюль всего лишь одна. Потому что я все две бабули отдала, а одна... Еще одна я не помню где, поэтому у нас здесь одна тюль. Так что вот. А еще подоконники протереть. И вот здесь белье разобрать. Переходим с вами. Снежинки. Я уж сегодня не буду искать, где они у меня. Именно. Нитка. А завтра уже повешу. Переходим. Вешать. Хотя мне, наверное, сейчас надо будет искать. Потому что... Ну, я решила, что шарики я повешу в прихожей. Так как у нас в двух комнатах есть снежинки. И здесь у нас ничего нет. И как-то, знаете, на потолке... На потолке? На потолке здесь пустоват. Поэтому давайте повесим здесь. Шариков немного, они маленькие. Я сейчас покажу, как они выглядят. Наборчик 10, по-моему, штук. Стоил... Сейчас. Видно вообще нет. Стоил всего лишь 50 рублей в Ашане. Поэтому я взяла. Я делала на ту нитку, которая там была. Потому что не нашла. Ну, золотая. И будем вешать, давайте. Смотрите, как вот я вам еще очень красиво отцвечивает от люстры. Единственное, что я пожалела, что купила очень мало. У меня было три упаковки. На зал бы, конечно, вообще было бы мало. Поэтому хорошо, что я сюда повесила. Но это очень круто смотрится, если много повесить. Если у вас есть время, хотя бы час. Вешать недолго вообще. Если все подготовить. Но это смотрится просто очень красиво. Очень красиво. Огонечки включить. Вот это вот отсвечивает. Если повесить хотя бы пять упаковок, вот погуще, было бы идеально. Но смотрится необычно. И берите именно маленькие шарики. Маленькие шарики смотрятся прям круто. Большие не смотрелись бы. А разные тоже, наверное, было бы интересно. Но я прям эту идею возьму на заметку. Куплю в следующем году еще шарики красные, такие маленькие. И сделаю прям полностью весь потолок. Это очень круто. Прям вообще. И, конечно же, еще вот сюда вот снежинок добавлю. Потому что здесь снежинок тоже не хватило.